Привет всем любителям пошаговых стратегий, вы видите и слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение прохождения Sid Meier's Civilization 6 на последнем уровне сложности за Харальда. Нового лидера, собственно последние три лидера вышли в лидер пассе, Харальд, Елизавета Первая и Виктория эпохи паровых машин, вот по вашему голосованию за Харальда, в общем подробности в первой серии, ссылка в описании, в прикрепленном комментарии, ссылка на плейлист весь, где кстати спонсоры канала могут все серии увидеть сразу, большое спасибо вам за поддержку и еще напоминаю просьбу делать шортс. Этих видео, если какой-то занимательный момент вас прикольнул, то почему бы не сделать шортс. Так, Шеффилд, ну во-первых мы в героическую эпоху вышли, во-вторых подкрадываемся тараном, который тут правда уже нафиг нам не нужен. Так, я думаю надо, сможем ли мы сейчас убить... Блин, у арбалетчика уровень... Надо как-то убить вот эту коляску... Сто процентов. И вот этого... Мечника. Блин, а вот так он добивается, а этим не добив... А нам надо убивать именно... Так, давайте наверное с коляски тогда начнем. Убили... Сколько? Девять веры, девять культуры и девять науки... Дальше наверное... Ну если не добьем, то придется... Ну тут есть шанс на самом деле, и не получилось. Ну надо добивать. Не надо оставлять этот юнит. Тут пока стоим, кстати, надо карточку черную эту заменить. У нас больше нету плюс пять к рукопашникам. Создание поселенцев. Наверное бонус соседства священного места поставим. У нас уже трудовая дисциплина. Есть более-менее... Дополнительное производство. Вот здесь, например, видите, шесть производства. Да, здесь два. Почему нет? Поймали... Скаута... Нидерландского. Так, объединим, чтобы вместе под защитой вести. Тут мы... Почти всеми походили. Ну, могут этого лучника, конечно, убить. Что поделать. Но он не наш, он... А, блин, подожди, он может этого убить. Вот это жалко. Вот это, кстати, жалко. Так, ну тут я бы, наверное, отошел. Здесь стоим. Шесть ходов. Так... Ну, из... Из драмы, на блин... Ну, в драмы, неправда, надо сначала бы акведук построить, прежде чем пускать караваны. Ему просто расти некуда, иначе. Смысл из него караван пускать, если он не растет. Так, какой-нибудь из ГГшек хочет. Торговый путь. Правительственная площадь. Военный лагерь. Великий торговец. Вдохновение для исторических хроник. Может, наоборот, из столицы отправить пока караванчик. Так, ну а здесь пойдем сюда. Один заряд остался. Пойдем вот сюда вырубать. Так, вот надо все для ромашки вырубить пока. Так, мне кажется, у нас минус вот этот лучник будет. О! Кого у меня сейчас? Лучника убили, но другого. Блин. Всадник неожиданно вылез. Давайте, ну вообще большинство... Так, куда нам? Давайте попробуем за Викторию, наверное, проголосовать дополнительные. Ну а тут, наверное, за апельсинку, но... Я не думаю, что тут что-то это... Главное, чтобы нам не забанили какой-то наш ресурс, который у нас есть. Так, неизвестный игрок. Янтарь. Все, ничего ко мне не относится. Так, значит, отходим. 165. Нифига себе стоимость. Так, ну тут надо... Попытаться... Убить этого коня. Блин, тут опнуться надо. Так, давайте, наверное... Так. Итак. 12 культуры, 12 науки, 12 веры. Так, исторические хроники откладываем пока. И, наверное... Феодализм начинаем открывать. Так, тут просто в защиту встанем. Да, лучше никого тут мы потеряли. Это плохо. И... Или... Тихо. Тихо. Там, где? Так... блин у кабула уже так ну нам 5 ходов вернуться юниты кабулы мы заново наймем их и тогда собственно про апгрейдим так надо этот караванчик как-то разграбить таком не можем убить пока нет но я думаю что он подойдет и мы сможем так этот лес он относится к бергену но нам наверное лучше вырубить для алисуна потому что видите производства практически нет сменим и вырубка так смотрим что тут будет происходить что караван на одну клетку шури двигается только это внефередная сессия к нам не относящиеся не обращаем внимания военный кризис не принят не понимаю почему здесь дорога не появилась караван же бегал дорога разграблена типа если я разграбляю дорогу надо именно чинить уже караваном не не сделать ничего сюда становимся чтобы он этого не мог проатаковать а а а а Продолжение следует... Не, ну мы ему прилично, конечно, и культура, и науки, и веры уже наполучали. Так, сколько нам стоит поселенца купить? 270. Я постоянно ловлю на этого торговца как на живца, лучника варварского, чтобы он меня не обстреливал. Так, железо можем продать. Ну, у нас уже накоплено максимально, я думаю, имеет смысл. Так, во-первых, лошади можем. Даже, наверное, соглашусь. И железо... Три штучки, давайте. Нет, давайте... Подождите, у нас накапливается шесть... Давайте этому три и... И этому... Этой шесть надо продать. Приблизительно. Вот так меня устраивает. И они там еще в войне с Елизаветой, надеюсь? Нет, Людвиг уже замирился. По-моему, вообще нихрена не сделал, правда. Да, и он пока не сможет ей войну объявлять. Ладно. Так, вот этого лучника могут убить уже. Так, здесь надо к Нидоросу. А, оно и относится к Нидоросу. И... Рынок. Да, убили. О, все-таки могу разграбить сейчас. Караванчик. Нам денежки нужны, чтобы в арбалеты. Апаться. Мы все ученики в арбалете, где никто не станет мастером. Всего 50 монет. Да. Так. Должны убивать. Тут, правда, таран вообще бессмысленный. Мы стены же убрали. Поэтому он не особо... То есть он вообще не работает, скажем так. О. Так как ты хорошо тут встала. Друзья, почему-то варвары не могут удержаться. И постоянно мне вот атакуют моего великого человека. А мне-то пофигу. Он просто... Он же никуда не девается, в отличие от пятой цивилизации. А, мы можем, кстати, производство реально сделать. Стоп, подожди, я же без монополии корпорации играю. А, это... Да, это способность человека отмечается. Да-да, без монополий. Так, ну нам осталось вот эту пшеницу только собрать. Нидоросу передадим. Сейчас эту клетку. А так она вообще кому относится к Алисуну? Ну, мне, наверное, надо будет все-таки в Нидоросе строить правительственную площадь. Так что эту клетку и оставим Нидоросу. Там военный... Ну, вообще, пускай пообстреливает военный лагерь. Так, опять же, подставляемся под этого чувачка. А вот рабочим... Пойдем, наверное... Хочется вот тут оленей и леса собрать, и рудник поставить просто. Так, а здесь мы точно кампус строим. И как раз вырубка поможет это все ускорить. Навигация по звездам. Феодализм пока открываем. Так, отлично. Здесь мы... Сейчас этого убьем. О, еще и платники у Кабула появляются. Везувий увидели. А за счет чего? Где он? Аютхаю встретили каким-то образом. А, мы засоюзили Шенгетти. А Шенгетти встретил как раз воина Аютхая. Нифига, он так далеко зашел. Надо сказать, теперь караваны должны немножко веру давать. Блин, лучше у Шенгетти... Нормально так юнитов. Ну что, видимо, покупаем. Блин, ну сюда точно на всякий случай надо еще одного посла отправить прям сразу. Это правильная мысль. И проводим мобилизацию. Или АПМ лучника лучше. Сначала. 165. Там 90. То есть за два хода я накоплю. Надо. Надо апгрейдить. Так. Атакуем. Убиваем. Здесь отходим. Убиваем. Отходим. Да, ну тут этого мечника точно убьет. А давайте сюда встанем. Тут он, конечно, может катапульты убить. Но он меня даже устроит. Если катапульты убьет, они будут мои вот эти юниты. Если не убьет катапульты, тогда я просто фермы разграблю и полечусь. Так, вот с Нидерсом, конечно, вопрос. Я могу пройтесную площадь уже поставить. Либо кампус, чтобы исторические хроники ускорить. Мне кажется, все-таки надо кампус сначала ставить. Эти четыре хода мы ускоряем исторические хроники. Даже не для того, чтобы именно их ускорить. А чтобы выполнить задание Шенгетти. Это важно. Да, куча камня можно вырубить. Варвары прутся. Нет, давайте лучше апельсинки обрабатывать. Может, поторгуем с кем-нибудь. Блин, странно. А что ты... Ну-ка. Захватывай торговца. Ты что? Ты что пошел на рудники-то? Давайте пока стриме открывать. Или, блин... Ну, ученичество открыто. Так, феодализм давайте отложим. Ого, точно не проатакал. Так, сейчас мы тут вылечимся. И эти юниты вернутся в Кабул. То есть он тоже, по-моему, не успеет его убить. Блин, он теперь обстреливает. Вот это нехорошо все. И еще и не убили. Так. Соль. Откуда у меня лишняя соль? От шенгети, что ли? Или у меня было две соли? Ладно, могу соль и цитрусовые продавать, да? 32 входа, 17 вход. Наверное, эту возьмем, 32 входа. Надо вылечиться. И тогда только... Ой, у меня тут ап-ап был. Так, отойду. Пускай они лезут ко мне. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров жевжиков-патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция суперспасибо где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Давайте, наверное, светилище Ставкирка. Вот, наверное, я вот вспомнил, что, типа, нормально Харальду быть не на воде, в принципе, но вот, смотрите, Ставкирка работает как раз на воду. Видите, священные места получают дополнительный стандартный бонус за соседство с лесами. В данном случае это нет. А вот плюс одно производство для каждого прибрежного ресурса в этом городе. Как вы понимаете, у меня вообще только пока один прибрежный ресурс. Так что Ставкирка, мягко говоря, так себе будет. Практически во всех моих городах. Ну, вот в этих можно будет еще их поставить, но тут нету реки, где нам ставить нормально. Ну, вот сюда, наверное, можно будет. Кстати, давайте отметим, что тут у нас где-то будет священное место. И пока все. Так, себе прямо скажем, так, появилось жилье и довольство. Ну, я бы тут центр коммерции делал. Так, а мы тут не решили, где... Вот этот центр коммерции будет для Алисуна. А, нет, вот этот центр для Алисуна, значит, вот это будет для Бергена. Значит, сюда ставим. Сейчас вернется в Кабул, смотрите. Телепортация в масло. Оп. А, не, он не вернулся, он на этом месте остался. Ладно. В груди моих солдат бьются пламенеющие рыцарские сердца, когда они смотрят на вашей собирающейся армии. Прошу не соблазняйтесь на славные безрассудные выходки, в смысле. А где я тут мимо его городов? А, он себя Берлин поставил, блин. Поэтому... Так. Нанимаем Кабул. О, мне уже не хватает, даже несмотря на... Господи, а сколько это стоит тогда? То есть это 800 стоит? Чтоб там провести мобилизацию. И тут 145 уже. Так, ну, мне надо накопить денег, получается. Железо Виктории можно продать. Блин, реально денег не хватает. Надо именно на что-то центры коммерции строить. В первую очередь. Я все еще единственный, кто в центре коммерции строит. Прикол. Ммм, так. Ну, тут точно мы гавань начинаем теперь строить. А вот рабочий, наверное, сначала тут рудничок сделаем. Хотя тут тоже у нас будет район какой-то потом. Но сейчас пока рудник делаем. Так, тут центр коммерции надо до четырех жителей. А, не на чем. Значит, амбар строим. Чтоб вырастить. Нет, ну нету смысла мир заключать. Я просто фармлю на Англии веру и науку с культурой. А, слушайте, поселенцы-то можно было убрать уже давным-давно. Так, против варваров, наверное, тоже можно убрать. Только что мы поставим бастионы. Доход от мародерства набегов. Ну, не знаю. Не знаю. Первый посол. У меня есть один посол. Но я бы его держал для Окланда, Кабула и Шенгетти пока. О, можно. Вот там кого-то убили, видимо. Видите, 156 стало вместо 201. Ну, что, проводим мобилизацию, я думаю. Причем, каждая мобилизация дает 2 очка эпохи. Имху очень даже неплохо. Так. Может, реально кавалерийские ордена поставить? Больше продавать будем? Ну, тут ничего из того, что тут есть. Я это ничего строить не буду пока что. морские юниты тоже не буду. От мародерства не буду. Так, наверное, караваны возьмем. Так, теперь разбираемся, как там тут убивать надо. Ну, во-первых, точно вот так делаем. 100%. Тут, видимо, этого придется убить ненанятыми юнитами. Просто его надо убить. Ну, или хотя бы просто так утраним. Не. Просто постоим, наверное. Так, а не убьет ли мне арбалет? Ну, ладно. Этот лучник, если убьет, то как-нибудь по-другому поведу поселенца. Тут, конечно, очень-очень неприятно вот этот лагерь варваров, потому что к нему просто очень тяжело добраться. Наверное, надо просто поселенца везти вот сюда ставить. Как-то так. Знаете, наверное, действительно отсоединю. Блин, надо было раньше, до того, как я лучником походил отсоединять. А я что, лесопилки не открыл еще? Блин, так, наверное, надо строительство все-таки. Хотя пока... Ну, с тремя доведем до пяти. Ну, с тремя доведем. Ну, это убили нанятые в Кабуле. Убитые. Ну, блин, вот это да. Ну, ладно, это тоже нанятые, но неприятненько. Так, исторические хроники ускорили. Соседство для кампуса, кстати, можно теперь поставить. И это получили пославшин гетти. Так, нам надо как-то... Нидорос, давайте амбар. Нидорос как-то вырастить надо до десяти. Наверное, соберем здесь медь и рудник поставлю. Так. Убиваем. Убиваем. Стоим. Да, слушайте. Осадь из Шеффилда, конечно, долго идут у нас. Давайте дружбу с Викторией продолжим. И этот еще в войне... А, может присоединиться. Так. О чем ты мир заключал, если ты готов принять участие в войне? Так, железо. Не, это дешево. Вообще, наверное, надо было вот эту... Убрать что-нибудь другое поставить. Может, юниты какие поделать? Ну и как вот мы теперь этими юнитами прийти? Охренеть, блин. Вот так обходить, запреки, сколько ходов будет. Блин. Так, ну, наверное, пора лян брать. Что-то я без пингалы долго, но у меня нету и больших городов, чтобы пингалу использовать. Так, сколько восла стоит? Ой, в шенгете. Ага, 80 твой. Давайте, наверное, тоже проведем. Ну, а почему за это не дали? Нет, дали. Дали плюс один к счету эпохи. Так, и мне надо какие-то... Ну, вот одна есть катапульта, но надо больше осадных юнитов для гуля. Ну, и вот народ начинает улетать постепенно с наукой и культурой от меня. Так, а я смогу сюда войти? А я ж плен. О, господи, что так все как-то... Конечно, приятно столько гор иметь, но... хрен пройдешь получается. Так, сюда отправляем поселенца и надо купить поселенца последнего. Кстати, забил я немножко, а теперь торговца надо. А где мы рынок построили? Наверное, тоже из Нидероса чисто на еду, чтобы он рос. В Нидеросе торговца куплю. Так, а строим мы дальше? Может, здесь водяную мельницу? Ну, вообще, в принципе, пища сюда, и мы можем еще этот купить. Да, давайте водяную мельницу. тут с треми отложим. Лечимся. Подходим к Гулю. Так, подходим к Гулю. 121 монетка, нормально. Так, окландские, когда 6 ходов, этот на 18, этот на 19. Ну, вот этой силы уже должно, я думаю, хватить Гуль и Шеффилд продавить, как минимум. Я надеюсь. По культуре и науке мы уже не отстаем от Великобритании. Тут сейчас вылечим. Ой, блин, черная клетка повреждена. Это у меня, да? Да. А какая клетка повредилась? Священное место. Ну, 5 ходов. тогда, наверное, амбар сначала достроим, а потом священное место отремонтируем. блин, мне нужно какой-то юнит защищать вот этого поселенца от арбалета или может, опять же, наживца этого торговца использовать. Так, к следующему ходу мы увеличим количество торговых миру. Вообще, вообще, смотрите, никто центр коммерции не построил. как такое может быть? Так, и тут на еду. Так, большим ходом все основные, кроме этого мечника, будут вылечены. Встанем здесь, чтобы он не мог достроить военный лагерь. Так, апнем, я думаю. 17 ходов надо. У нас же уже все, у меня все проапгрейджено, правильно? Так что, вполне можем юниты ГГшки апгрейдить. Так, амбар или акведук здесь делать? Я думаю, что акведук. Надо рабочего хоть один камень дособрать. Блин, больно. бьется по строительству продвинули. Так, слушайте, нам надо в соседство центра коммерции выйти, то есть вот сюда. Сначала через госслужбу до 10. Вот надо Нидорас довести до 10. Даже так сделаем действительно. Забираем Джантяня. дополнительный торговый путь. Торговца. Опять, наверное, из Нидораса надо отправлять на еду. Так, лянд два хода. Видите, я поэтому пока не покупаю рабочих. И вообще надо феодализм наверное открыть. Блин, открыть феодализм и поставить карточку на плюс два действия. Но пока времени много до конца эпохи. Как минимум 15 ходов. То есть я в принципе могу выполнить 6 ферм. У меня раз, два, четыре, две фермы только. Маловато будет. Блин. Надо сюда идти. Тут треугольничек делать. Эту то есть 3, 4, 5, 6. Вот все в Сарсбурге надо делать. Соответственно надо эту клетку выкупить. Она точно уже у нас была. Так, здесь так тут могут убить. Может захватить рабочего? Раз такое дело пускай пускай убивают 6 зарядов. А как это может быть 6 заряд? Подождите у Китая Цин Ши Хуанди с пирамидами 6 зарядов. А как может быть 6 зарядов у Англии? Дополнительный заряд Лян. То есть вообще изначально 3. Дополнительный заряд Лян, дополнительный заряд пирамиды, если, конечно, Англия пирамиды построила. В общем, я не уверен, что пустыня нужна. Как это 6 зарядов может быть? Какие-то читы от компьютеров, нет? Короче, ваше предположение в комментарии, как сколько зарядов может быть 6 у рабочего Англии? Как такое может быть вообще? Немножко неправильно походило, надо было сюда мечником становиться, чтобы следующим ходом уже атаковать можно было. плохо. Так, ну давайте, наверное, математику. Так, а где наши берсерки? Вот они. Уничтожьте врага при помощи копейщика. Что там у уникальный вражеский юнит ближнего боя замещающего латника? 4 очка перемещения. Если движение, значит она вражеской территории. Плюс 10 к боевой мощи при атаке, но минус 5 при обороне. По-моему, так себе, честно говоря. врага врага при помощи копейщика никак, У меня даже среди нанятых нету копейщиков. Вообще можно поставить карточку, вы знаете, что можно поставить карточку на создание юнитов ближнего боя древней мира античности и мечников построить, которые будут потом в берсе, ну, хоть где-то. Давайте, наверное, как раз здесь и построим мечников парочку еще. Так, два. Давайте на всякий случай в Кабул один, чтобы меня тут не перекупил никто. И пока все. Можно, в Шенгите до шестого добить. Будет больше веры капать. Ну, давайте, наверное, да. Там каждому религиозному юниту гурдвару покупать будем. тут мечника еще сделать. Или копейщика и попробовать ускорить. Ладно, давайте копейщика вдруг получится кого-нибудь убить. Далеко вести, правда, будет. раммин акшн. У нас еще килл в окисеване и ападана. Так, слушайте, может, давайте тут вместо мечника ападану начнем строить. производство, правда, уйдет. Блин, надо подумать. Так, отвлекаем на себя латника. вдруг удастся как-то просочиться на это место. Так, это нам железо продают, нам не надо. блин, конечно, этим надо бы арбалетом убить, но никак. во всякий случай сюда переведу таран. Так, здесь мы должны по идее убивать этого латника и сколько нам дадут математику? Просто дооткрывали сразу 14. Приличненько мне нравится. блин, нам бы, конечно, таран скорее сюда перевести, может, его реально реально гулю как-то перебросить, потому что тут он не нужен, он не работает просто. Так, а я, вроде, купил еще один. так, на еду в Алисун либо в Берген, наверное, в Берген, потому что тут достроится центр коммерции, добавится еще караваном. Блин, хочется с одной стороны и Ападан устроить, а с другой производство уйдет 8 ходов. Ападана 8 ходов. Вот бы нам этого инженера, но мы его никак не получим. попаданное килово кисеване. Ладно, давайте тут мечника доделаем в Ставангере. Куртвара библиотека. Модяная мельница нет. Блин, нам надо феодализм ускорить. Значит, надо купить рабочих здесь все-таки. И еще потом потому что не хватит его зарядов 6. Потому что тут реально надо вот здесь треугольничек делать, да, и вот здесь треугольничек делать. в общем, таким образом мы феодализм ускорим. Ладно, давайте, может, тут еще мечника или арбалетчика. Фиг знает, сколько будет стоить, конечно, апгрейд. Так, и нам еще бы тогда еще и в наемники как-то выйти. Ну, в наемники, кстати, быстро мы феодализм ускорим. Да, в наемники мы должны к берсеркам как раз. Блин, кого-то убили. надеюсь, не моего, да, не моего, фу, латника кабульского. Этого надо будет отвезти, получается. Блин, как-то шеффил все равно тяжело. Потому что постоянно юниты подводят. Так, ну, тут надо подходить. Так, так, что мы здесь сделаем. Надо спасать мечника, во-первых. Это прям сто процентов. Тут, наверное, вот так подойдем. Потому что нам надо вот этим арбалетом подойти, чтобы латника этого убить. Ага, не хватает. Мы его проатакуем и убьем. отлично. Третий уровень арбалета. Слоновую костью Людвига купим. Купим. Ну, вряд ли могу копейщиком кого-то убить. Просто он слишком слабый юнит, я его подведу, даже его убьют. попробуем. Попробуем. Просто отвлекаем на себя этого латника, чтобы наш поселенец тут мог пробраться. Так, мечник, мечник, госслужба, пять ходов до десяти жителей. Так, а какую клетку? Вот эту, да? Может эту купить? Чтобы быстрее рос. Наверное, надо. Четыре хода. Четыре хода до ускорения госслужбы. Моя тактика копейщика. Блин, я же хотел таран туда подводить. Так, очень хорошо, что он не обстреливает катапульту. По-русски маяк. Нарушено обещание. Ну вы прикалываетесь. И что, у Кабула? Ну это, это дебильная, конечно, хрень. А как, а как мне не нарушить это? Я только вообще-то воюю. так, так, встану сюда, этого сюда. Мы, по идее, следующим ходом должны вроде как в осаду взять. полеен, летучие отряды. сохранить. Скорее всего, будет минус... А, блин, у нас тут уровни. блин как бы мне не потерять тут много юнитов ну надо наверное так делать и так все таки а вот этим отходить но мне кажется этого убьют следующим ходом мне кажется надо военную тактику своим ходом открывать не ждать что копейщик кого-то может убить иначе так давайте феодализм один ход это раз два три четыре следующим ходом 5 надо купить еще купить так следующим ходом мы должны феодализм открыть тут сделаю ферму и тут сделаю ферму дальше сразу в наемники да то есть по идее мне нету смысла пока с военной тактикой спешить потому что нам у нас еще как минимум пять ходов я без карточки на наемников не буду апать да тогда давайте военную инженерию пока мы должны я думаю акведук так тут холмы и тут холмы в нужно собирать камень просто рудник делать так давайте я вот сюда встану в надежде что у меня про атакуют через реку латники сильнее чем мечники естественно но через реку как-то тяжеловато будет нет так торговцы я куплю блин как будто не до са как не так становится постоянно мешая проходу кэш опасно так и тяга есть все таки арбалет какой-то блин как же сюда пробраться то что поселенцы не захватили я понимаю что защиту ставить так я наверное мечником постою пока в защите не должны вроде его убивать я думаю что они вот на это на этого арбалета будут атаковать и в недоросе что строить три хода до десяти она давайте библиотеку и ставки руку здесь амбар водяная мельница может стены построить или наверно лучше реально арбалетчика построить просто чтобы он разбирался и отсюда пойдем с этим лагерем это делать что никого не убили даже повезло повезло так чтобы гуль увидите он через реку и примерно одинаково у нас получилось так повезено четыре клетки но это не у меня а у окланда так чтобы гуль взять в осаду нам нужно так и так все он в осаде перенем не будет восстанавливаться здоровье я буду гуль атаковать вам его надо взять в первую очередь я думаю следующим ходом берем что здесь у меня есть и 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 Есть феодализм и стремя Теперь ставим Новые строители получают два действия А вот вместо чего? Наверное, вместо натур философии все-таки И так, нам сначала надо купить Идем в наемники, 4 хода Надо сначала Так, центр коммерции достраиваем Недостаточно жилья Город ставим Так, тут отходим Тут стоим в защите Кстати, вот сюда надо идти К этому табаку Пока шенгети еще В союзниках Так, следующим ходом мы акведук построим Соответственно военную инженерию ускорим Так, беспокоят меня вот эти арбалеты Чтоб тут не прилетел кто-нибудь их убивать А там кто-то прилетел Нет А, фу, не арбалет Нихрена себе Вы видите, что внизу происходит? А как он сюда приплы... Как она сюда приплыла вообще? Вау Это типа через весь... То есть вы понимаете, что... Она не брала какого-нибудь флотоводца Который может плавать Через океан Так, нет Нет Нет, ну-ка, эти куча флотоводцев взяты Англии Нет А как она сюда приплыла тогда? Она же с этой стороны приплыла Не отсюда Что, минус сосла или мир мне заключить? Ну, подожди, во-первых, гуль я должен захватить, правильно? Это по любасику Причем мы, наверное, надо еще вот этого мечника убить Скажите, вы сейчас должны заубийство захват города Это будет убийство этого арбалета Должны дать Нет, не дали Блин Обидненько Так Сильно он отваливается Он должен сильно, потому что это столица А, нет, не столица Ну, это, наверное, надо сохранять Хотя тут ничего нету Он еще стоит дебильно, не на реке Но его по-другому не поставишь с другой стороны Так Что здесь? А кого мне убили, интересно? А, арбалетчик там был Да Ну, надо, наверное, мир Все-таки Апнемся в берсерков Блин, у Окленда один арбалетчик только Все Не знаю, провести мобилизацию не надо Это надо отложить до начала следующей войны Ну, надо убить вот эти юниты В Англии Потому что осло, извините Отдавать Очень неохота Ну, все Теперь можно мир Предлагать Все свои деньги Нет Все она в ход не хочет Так, более равным 40 Нет, ну, мне в ход не интересно Мне надо в одном момент, но точно Потому что я Это же в ход на 30 ходов А я планирую Объявлять пораньше Это у меня принуждение к миру Иначе осло бы Убито было Нифига так больно галеры Две галеры всего лишь И минус осло, считаете Тут стоим Ждем, когда город отвалится Чтоб с ним воевать Так, а какие у нас здесь районы могут быть Можем сюда священку поставить Можем вот на это место Кампус Ну, кстати, наверное Так и надо Вот сейчас как раз вырубаю И кампус просто поставим Не будем здесь Рудник никакой делать Так, тут арбалет Надо сюда везти И вот тут, по краю Ну, или сейчас этот убьется И мы мечником пойдем Защищать Ну, кстати, плюс 5 против варваров Давайте поставим как раз Не хочу сейчас атаковать Потому что тут арбалет Вот тут может стоять И, соответственно Убить мне мечника Так, тут начинаем Покупать строителей С шестью зарядами А, карточка ж еще Блин, да Карточка ж еще есть На плюс 2 заряда Вот откуда 6 зарядов У Англии было Так что, если вы написали Честь вам и хвала Это А с пирамидой Даже было бы 7 зарядов Точно 7 зарядов Ну На этой Замечательной ноте Мира И захвата Гуля Я думаю Серию можно Закончить Серию Людвиг у нас там улетает Пусть богатеют те города Что вдали от моря Хитрая какая Продолжение завтра Спонсоры канала Могут продолжение Уже поискать Во вкладке Не во вкладке А в плейлисте Ссылка на которую В прикрепленном комментарии И в описании Сделали 10 жителей В Нидоросе В Нидоросе Теперь будем строить Правительственную площадь 100% Так, смотрим Смотрим на Селитру Есть Отлично Кстати Вот этим рабочим Сразу пойдем Эту селитру И обрабатывать Но Опять же Повторю Это уже в следующей Серии Да 9 ходов До следующей эпохи Осталось Героическое Закончится Мы скорее всего Все таки в нормальный Попадем А, ну Берсеркать Плюс 4 будет Не знаю Как-то можно же Наверное Набрать будем Посмотрим Все Играйте в умные игры Продолжение завтра Слава Украине Живе Беларусь Всем пока Я Алексей Халецкий Тот, кто сделал это видео Лайк Комментарий Подписка Возможно Супер спасибо И спонсорство Спасибо за поддержку До следующих видео Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok